Пашинян внезапно прозрел, у человека случился внезапный приступ ясности, но кто бы мог подумать. Оказывается, Азербайджан никогда и не думал останавливаться на том, что ему это раз. А во-вторых, вся Европа очень осуждает, конечно, но делать уж точно ничего не собирается, разве что готова продать бедной Армении в долг немного оружия. Что, естественно, не имеет никакого значения, ибо у нефтеносного Азербайджана по определению денег больше, и людей, и экономическое положение выгоднее. Но самое главное, Азербайджан все 35 лет своей независимости ведет политику в интересах Азербайджана, а не по принципу, лишь бы священный эльфийский Запад был нами доволен. И вот теперь Запад недоволен, но помалкивает, потому что Запад сам зависит от Азербайджана. Но армянская пропаганда, небось, надрывается на тему НАТО придет и всем все сразу наведет. Видимо, это уж такое свойство самообмана. Что бы ни происходило, люди даже в полном провале своих дурацких идей видят лишь признаки их правильности. Вот и теперь в Ереване решат, небось, что все уже хорошо, надо просто до конца в НАТО вступить. И, конечно, например, Турция и Греция не посмотрят, хотя и один, и другие давно в НАТО. И США лишь успешно сталкивают обе эти страны, продавая потом оружие и тем, и другим. Глава Армении Никол Пашинян возмущается и не понимает, что же это такое происходит. Баку занимает неконструктивную позицию, периодически поднимая вопрос о четырех отклавах, существовавших на территории Советской Армении. Отказываясь при этом признавать, что под азербайджанской оккупацией в настоящее время находятся территории более 30 армянских сел, Баку пытается сформулировать текст соглашения так, чтобы его войска не покидали территорию 31 армянского села. И наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина – начать активные действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную конфронтацию против Армении. Баку продолжает проводить политику «дай мне то, что я хочу, или я заберу это силовым путем». Разумеется, все ровно наоборот. Это Пашинян проводит политику «я отдам вам все, что вы попросите, и готов отдать снова и снова. Только давайте подпишем мирный договор». Ну так какой же может быть мирный договор при таких условиях? Ты и будешь отдавать снова и снова, пока осетры не урежут в 3-4 раза. Если уж Ереван сам согласился все сдать, то и в Европе на это смотрят сквозь пальцы, удивляясь, видимо, слегка, но при этом понимая, что все в сущности в их интересах. Но ничего, главное, чтобы в итоге попасть в священный эльфийский запад, даже в виде небольшой турецкой провинции. Видимо, примерно так все и будет в итоге. Пашинян, получается, даже выполнит свое обещание. Интересно, порадуется ли народ? Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Реквизиты для поддержки в описании к видео.